Лето вернется, жарко и сухое. Федеральная служба лесоохраны даже прогнозирует в нашем регионе проблемы из-за лесных пожаров. Многое утратили, но что-то сохранили. В Нижнем Ландихе мечтают о реставрации уникального церковного ансамбля. Парта для взрослых. Предпринимателям в аграрной отрасли предлагают повысить свою квалификацию. Очень пригодится, чтобы выиграть государственную грантовую помощь. Комфорт для соискателей. Службы занятости в Ивановской области превратятся в современные кадровые центры. Гонки по воде. Оказывается, река Кенишенко – знаковое место для профессионалов водно-моторного спорта. Победа в Крыму. Ивановский студент выиграл приличный грант на форуме Таврида. Идея – в помощи иностранным студентам. Не биржа труда, а современные кадровые центры. В Ивановской области, как и во всех регионах страны, идет модернизация служб занятости. В регионе появится единая структура под брендом «Работа России». Филиалы центра сохранятся во всех муниципалитетах, а в Кохме даже появится отдельный территориальный центр. В существующих помещениях проведут ремонты, также рассматривается вариант переезда в другие здания. Все кадровые центры оформят в едином стиле, проведут обучение сотрудников, постараются найти индивидуальный подход к каждому человеку, ищущему работу. Для соискателей станут доступны цифровые сервисы, персональные консультанты, расширенный банк вакансий от крупнейших интернет-порталов по поиску работы. Два обновленных центра заняты, сегодня уже работают в Иванове и в Тейкове. Внешний облик изменит еще 22 учреждения. Масштабной реформе помогут деньги из федерального бюджета. Сумма для нашего региона – 244 миллиона. Участие же самого региона в этом проекте – 53 миллиона рублей. Комитет по охране объектов культурного наследия Ивановской области готовит заявку, чтобы найти финансирование для реставрации ансамбля церквей в селе Нижний Ландих. Помочь может специальная федеральная программа. Все здания выполнены здесь в стиле барокко. Само село в Пистяковском районе известно еще с XIV века. Церкви стали возводить много позже. Так церковь Троицы живоначальной была построена в 1755 году. Через 30 лет приступили к храму Рождества Пресвятой Богородицы. Затем появилась колокольня, 130 лет назад – часовня. За советский период все сохранить не удалось. Но все равно до сих пор здесь остались иконостас, лепнина и живопись. Футбольные города стоят, футбольного поля нет. А дети обожают играть в футбол. Беговой дорожки нет в планах. Детское игровое оборудование. Почему бы его не поставить сюда хорошую площадку, чем в каждый двор по одной качельке и по одной парусельке? Как идея, нужно просто над этим поработать. Были очень протечки у нас в кабинетах. Мы это, конечно, очень болезненно воспринимали. И заменили вот крыльцо, наша входная группа. Запланировали и сделали уже два кабинета. Комнату детских инициатив, центр, да, который тоже очень востребован в настоящее время. Большие ремонтные работы будут проводиться в 65-й школе, в Омеге, в 32-й школе, в 6-м лицее. В этом году сейчас проводятся большие подготовительные мероприятия по открытию школьного кванториума. Но это я говорю о самых таких крупных проектах в этом году. На основе данных Росгидромета и многолетних данных о горимости лесов специалистами Федеральной авиалесоохраны разработан предварительный прогноз рисков чрезвычайных ситуаций по лесным пожарам на август. В Ивановской области сейчас проливные дожди, но тем не менее наш регион упомянут службы как возможная проблемная территория. В соответствии с прогнозом, в течение августа из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможно превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности в большинстве регионов Центральной России. Так специалисты тревожатся, например, за всю территорию Московской области и за западные части Владимирской и Ивановской областей. Обязательная ремарка. Прогноз рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на предлегающих лесам те полях, дорогах, дачных товариществах и населенных пунктах, а также от оперативности обнаружения и тушения возникающих ландшафтных и лесных пожаров. Огромное количество продавцов, торгующих на маркетплейсе, попадает в долговую яму. Причем происходит это на пустом месте. У нас очень много кейсов с отрицательными балансами в личных кабинетах, которые могут быть в несколько миллионов рублей. И это происходит просто не из-за того, что вы задолжали какие-то огромные суммы маркетплейсу, а из-за того, что не сделали грамотно определенные действия при работе с маркетплейсом. Расскажу один из кейсов. Так, например, в этом году у нас в суде рассматривалось дело, где мы являлись представителями, когда продавец поставил на маркетплейс коробку бинтов, но неправильно указал габариты в задании на поставку. То есть вместо миллиметров указал сантиметры. Просто его менеджер ошибся. По факту уехала одна коробка бинтов, но юридически продавец получил 4 миллиона платной приемки. И еще потом завышенные расходы на платное хранение. Итого его убытки составили 5 миллионов рублей. Отменить в досудебном порядке это удержание нам не удалось. Прошлось пройти очень сложный и извилистый путь, чтобы отменить это удержание в судебном порядке. Мы с этим справились, но ситуацию очень сильно отягчало то, что не были написаны вовремя замечания на отчет, в котором это удержание фигурировало. Это был Новый год. Продавец уехал отдыхать. Он не смотрел в Новый год свой личный кабинет. При этом у нас есть всего 7 календарных дней, чтобы эти замечания оспорить, согласно оферте Wildberries. И в случае, если мы не предъявляем замечания на такие удержания, на эти финансовые отчеты, в которых они фигурируют, то суды нам отказывают в защите нарушенного права. Здесь нам, конечно, удалось восстановить срок, доказать, что продавца не было возможности в уличный кабинет выходить. Но такое удается сделать не всегда. Поэтому первое, что должен знать каждый продавец на маркетплейсе, это обязательно нужно вовремя писать замечания на все финансовые отчеты, на акты приемок товара, если там отражены недостоверные сведения. Если что-то не так, вы не знаете, что это за удержание, пожалуйста, напишите замечание, что вы его не принимаете, поскольку вы не знаете, что лежит в его основе. То же самое в акте. Если напутали с товаром, поместили не на тот баркод, или вообще не приняли часть товара, или потеряли часть товара, напишите. Если это фигурирует в актах о приемке товара, напишите, пожалуйста, замечание. Замечание нужно писать, напомню, в течение 7 календарных дней с момента размещения документов на портале. Дальше у нас продавцы плохо проверяют документы. Раздел и раздел, куда приходят сообщения в Wildberries. Вам может прийти сообщение, например, по жалобе конкурента на нарушение его интеллектуальных прав, на фотографии, на модели, принты и так далее. То есть если вы проигнорируете личный кабинет, не личный кабинет, а личную карточку данного товара могут заблокировать, вы тоже здесь можете понести достаточно большие убытки. Дальше откуда еще вы можете попасть в долговую яму? По каким основаниям это происходит? Например, произошел какой-то сбой, пошли необоснованные высокие расходы на логистику или на возвратную логистику, которая должна быть 50 рублей, но по факту увидишь, что у вас там 200, когда вы вставляете фильтры, проверяете детализацию, там 100, 200, 150 и так далее. Или просто в разы выросла логистика, когда тарифы не меняются, но при этом вы видите, оборот не меняется, но логистика у вас увеличилась в 5 раз. Такие кейсы у нас, к сожалению, не редкость. Иногда резко растут тарифы на хранение. В мае прошлого года они поднимались более чем в 5-10 раз по отдельным категориям товаров. Конечно, продавцы не закладывали это в свою финансовую модель. Этот момент оспорить уже гораздо сложнее, потому что, по сути, это пункт оферты, которые вы принимаете или не принимаете. Но, тем не менее, это уже договорный пункт, который индивидуально надо оспаривать, и для этого должны быть определенные достаточно веские основания. Бывают просто технические сбои на портале, с вас удерживают необоснованные расходы или необоснованные штрафы. Здесь, пожалуйста, как я уже повторяла, спешите замечания вовремя, и все это можно будет оспорить в суде. И просто бывают ошибки в актах, отчетах. Бывают у нас суммы по детализации, не совпадают с суммами, которые указаны в отчетах. Иногда эти значения бывают достаточно существенными. Это тоже все нужно проверять. И вовремя писать замечания. Когда замечания написаны, дальше юристы уже могут эту ситуацию мобилировать. Когда суммы большие, есть возможность и необходимость экономической целесообразности обратиться в суд. Это все, с этим уже можно работать. Это все является взыскиваемым. С достаточно большой вероятностью, если мы говорим о безосновательных удержаниях, штрафах. И если мы говорим про логистику, механизмы начисления, которые вы не понимаете, и которые явно не соответствуют тарифам. Но запомните, пожалуйста, у вас должны быть вовремя написаны замечания на все отчеты и акты о приемке товаров. Учиться никогда и никому не поздно. Тем более, что практически каждая отрасль нашей экономики остро нуждается в квалифицированных кадрах. Сельское хозяйство особенно. В Ивановской области стартует очередной набор слушателей в школу фермера. Ждут не только опытных глав уже существующих хозяйств, но и тех, кто только мечтает заниматься аграрным бизнесом. В этом году три направления подготовки. По каждому отберут 10 слушателей. Заявки будут принимать весь август. К занятиям приступят в третьей декаде сентября. Весь курс разбит на два масштабных блока. Теоретическая часть в профильном Ивановском вузе и обязательная практика в лучших сельскохозяйственных предприятиях региона. Первый набор школу фермера у нас состоялся еще в 2021 году. Это Крик души, центральная набережная, центр города, излюбленное место прогулок ивановцев и гостей столицы текстильного края. Гостиница турист изобилует туристами. Что они видят? В каком состоянии это место? Газоны не кошены, трава по пояс, деревья не ухожены, не подстрижены, обросшие. Скамейки перетаскивают кто куда хочет. Мусор к вечеру вываливается из урн. Утром кипит работа у дворников, вывозят машинами. Река уйти вся заросла, почти болото. Раньше чистили, росли белые кувшинки, сейчас их нет, сырники забили. Подростки толпами под шофея, громкая речь, громкий смех, матерятся все, и мальчики, и девочки. Куда смотрят их родители? На замечания хамят? Где хоть какой-нибудь патруль? Где камеры видеонаблюдения? Увы, печальное зрелище, скверные отзывы туристов. Стыдно за наш город. Где благоустраивает управление благоустройства, если центр, лицо города в таком состоянии? Проспект Строителей, дом 120. У нас творится безобразие. Уже который раз мы остаемся без электроэнергии. В Горэнерго сказали, бригада подъедет, посмотрит. Один холодильник уже сломался, взяла кредит, новый купила. А если и этот сломается? Ему всего-то две недели. Я водитель автобуса. Проспект Строителей, от пожарного училища до Ленты. Дорога что-то с чем-то. Одни ямы. У ДСА в Костановке тоже одни ямы. Левый ряд вообще ужас. Неужели нельзя завалить эти ямы крошкой или еще чем-нибудь? Улица Богдана Хмельницкого. Дома номер 52 и 50. Очень давно лежат порубочные остатки. Видимо, остались после урагана. Так их до сих пор никто и не забрал. Стоит аварийное дерево. Видимо, сломанное в ураган. Часть, что упало, оттащили в газон и оставили. А то, что осталось, теперь нависает над тротуаром. В этом году в Ивановской области серьезно выросла грантовая поддержка по программе «Агростартап». Увеличились как количество получателей, так и сама вилка предоставляемых средств. Сегодня диапазон выплаты начинающим фермерам от полутора миллионов рублей до пяти миллионов шестисот тысяч. Все зависит от масштаба идеи предпринимателей в сельском хозяйстве. С начала года подписи под договорами поставили уже 22 человека. Всего же за шесть лет такая работа с государством стала интересна более сотни фермеров. Главное – зарегистрировать свое предприятие в год получения гранта и найти не менее 10% собственных средств от суммы государственных инвестиций в предпринимательскую инициативу. Бюджетную помощь можно тратить на технику и оборудование, покупку животных и земельных участков. Никто не запретит на эти деньги ремонтировать помещения, подключаться к инфраструктуре и даже гасить долги по кредитам. Мы проездом здесь из города Уфы, едем в Санкт-Петербург. Заехали на выставку, так как услышали про Лидию Версинскую, мы услышали ее, видели в фильмах. Помню сказки вот эти, черно-белые, королевство кривых зелка, вот и еще какая-то. оказывается, он столько труда приложил, чтобы она училась и так замечательно рисовала. Ей было 18 лет, когда он на ней женился, и поэтому, конечно, он, наверное, относился, наверное, к ней очень нежно и хотел, чтобы она дальше жила и могла обеспечить свою семью. КОНЕЦ Цветная линогравюра более сложная техника, поскольку для каждого цвета художник вырезает свое клише. То есть эта работа достаточно трудоемкая. Конечно же, художники зачастую используют более яркие цвета, более динамичные линии, потому что в графике именно линии, их ритм и динамик создают вот эту вот выразительность листа. Кинишма вновь станет местом проведения чемпионата и первенства России по водно-моторному спорту. Город принимает эти масштабные соревнования уже три десятка лет. В этом году спортивный форум растянется на пять дней с 1 по 5 августа. Как всегда, для гонок сейчас готовит гавани реки Кинишемки. Акваторию расчерчит сразу для нескольких дисциплин. Названия мини-турниров мотолодка, глиссеры, скутер удивительны на слух, но понятны профессионалам. Ждут две сотни спортсменов из десятков регионов страны. За медали, кроме мужчин, будут бороться и женщины в личных и командных зачетах. Торжественная церемония открытия состоится 2 августа в 2 часа дня. 49-летний житель Ивановской области пожаловался полицейским на то, что его обманули мошенники. Преступники позвонили ему по телефону и сумели убедить в том, что являются представителями его оператора мобильной связи. Вам позвонили, да? Да. А кто позвонил? Кем представились? Представились сотрудникам Телегова. Угу. Что они вам сказали? Они сказали, что у меня подходит этот самый конец договора на Телегова. Угу. Вот. Если документ не будет подписан, то мне ограничат доступ к звонкам. Угу. Так, дальше... Заблокирую сим-карту. Якобы сотрудник оператора связи, а на самом деле преступник, сообщил, что необходимо продлить договор на использование сим-карты. Это незамысловатая ложь. Договоры на оказание слуг связи бессрочные. Но многие почему-то верят телефонным аферистам. Предложили сделать это... Ну... Удаленно. Угу. Они сказали, что сейчас придут коды, и я им должен сообщить. Вы сообщили, правильно? Да-да. Угу. Что после этого произошло? После этого... Угу. Угу. Посуприцессон, если у вас ушло, что это цена, какие-то искаченные документы. И сразу звонок. Потерпевший выполнил все указания по телефону, в том числе назвал коды, пришедшие в СМС-сообщениях. В итоге в течение недели аферистам он перевел более миллиона рублей. Получив с потерпевшего деньги, мошенники не успокоились и разыграли вторую часть сценария телефонного обмана. Потом мне звонят. Ну, я как бы уже в СМС-сообщении, представляете, там, капитан. Забыл самим, вот, и говорит, вам надо выйти на видеосвязь. Вот, я вышел на видеосвязь, он также, ну, просидит в форме, предъявляет мне документы в обширном виде, короче, там. И говорит, ну, ну, он сейчас просто я прослушку. Любопытно то, как тщательно подошли дистанционные мошенники и к обработке намечены жертвы. Видеосвязь, человек в форме, визуальные эффекты, призванные создать иллюзию реальности происходящего. Он сказал, пока ожидайте, мы сейчас будем, ну, подождите, дальше, что не взяли на вас кредиты, вот, но нам нужно поговорить с вашей дочкой по видеосвязи. А они знали о том, что у вас дочь есть? Да. Это вы им сказали? Ну, они скачали на такой, это самое. В этом случае все там. Дистанционные мошенники в этом случае сумели обработать дочь потерпевшего, 22-летнюю студентку они отправили в банк. Там она оформила на свое имя полуторамиллионный кредит, деньги обналичила и отправила мошенникам. То есть они вашу дочь убедили, что с ее счетов якобы тоже мошенники списывают деньги прямо сейчас, да? Да, да. Так, что в итоге ваша дочь сделала? Нет, ну, да, да, да. Что в итоге? Ваша дочь, она тоже свои сбережения сняла? Или как? Нет, нет, она не сняла. У нее просто охотный кредит. А на какую сумму кредит? Я не помню. Были полторы, полтора миллиона что ли? Я точно не знаю, сколько у нее охотный. Сотрудники полиции в очередной раз призывают, что для региона не верить телефонным собеседникам, выдающим себя за сотрудников банка, правоохранительных органов, портал государственных услуг или сотрудников сотовой связи. Никому не передавайте реквизиты банковских карт, коды из СМС-сообщений, не перечисляйте деньги на безопасные счета и не выполняйте никаких финансовых действий по инструкции неизвестных. Если вам сообщат о якобы незаконных действиях в отношении ваших сбережений, необходимо сразу прекратить разговор и самостоятельно позвонить на горячую линию банка или лично обратиться в финансовое учреждение, а также сообщить о случившемся в полицию. Студент Ивановского медицинского университета Кирилл Варламов получил грант на фестивале Таврида-Арт. Также повезло еще трем десяткам участников, но победа нашего парня случилась благодаря его проекту «Наука без границ» по социализации иностранных студентов. Сам фестиваль традиционно проходил в Крыму. Наш регион отправил весьма представительную делегацию из 28 активистов, а всего приехали 60 тысяч человек из всех регионов страны. Идея многонациональности стала интересна и зарубежным гостям. В программе молодежного форума участвовали ребята из 35 стран. Таврида-Арт это самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное искусству. Программа включала 750 мероприятий разных форматов, от шоу, концертов, театральных постановок и творческих встреч до экологических мастер-классов и спортивных турниров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова